здравствуйте моя семья и моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте я сейчас вам покажу две свои покупочки которые я приобрела и скажу вам почему я сделала эти покупки интересны ну во первых я любительница звездного неба я любительница пеших туристических походов это мое хобби кто знает ну представьте звездное небо над головой представьте сосновый бор представьте горы капитак капитакские горы или крымские горы или карпаты шикарнейшие которые переходят потихонечку в альпы представьте журчание вот этих вот горных ручейков и речек небольших я люблю все и кавказские источники и все моря и океаны если вы будете видеть мои видео вы это поймете я люблю все и степь я тоже люблю пестрящую разноцветиям трав цветов и даже тюльпанов в общем однажды побывав там вы уже не сможете забыть все те непередаваемые чувства которые дарит природа ну можете прочувствовать вот у меня много видео таких главное в походе это выбрать правильный маршрут у кого есть у меня есть свои маршруты у меня есть свои озера у меня есть даже джунгли кому подходит активное увлечение и готовится в поход что важно не забыть до правильный маршрут и что не забыть я могу ходить поход как сама точно так же и беру с собой тех кто ко мне приезжает в гости для тех кто не привык природе в ее первозданном виде существует отдельный вид пешего туризма скажем так городской туризм он менее экстремальный дает возможность изучить историю города в котором вы проживаете и увидеть красоты того места куда вы направляетесь в отпуск или в командировку да да даже такой вот городской туризм я если не имею вдруг по какой-то причине возможности пойти в поход а в походы я хожу почти каждую неделю начиная с ранней весны и до поздней осени иногда и зимой и если нет такой возможности значит у меня городской туризм но я путешествую по городам как эстет я люблю все таки эстетически подходить каждому городскому туризму но я вам скажу что это приносит любой поход огромную пользу для здоровья во время прогулок вы расслабляете мышцы напряженные во время сидения в одной позе нельзя сидеть девочки мальчики в одной позе нельзя находиться пережимаются те или иные сосуды кровоток не так идет легкие не дышат в общем глаза не отдыхают но глаза должны отдыхать глядя на красоту природы фокусироваться на разных объектах кроме того такой вид отдыха он дарит для кого-то новые знакомства а для кого-то время провождения в приятной компании единомышленников а для кого-то если вы не любите допустим компании я вот особо огромные компании не люблю знаете как там песни у костра и вообще терпеть не могу когда костры разводят на природе потому что вполне возможные пожары а у меня немножко по-другому и я также у меня возможности заняться одиночные походы пешие туристические походы я люблю сочетать с другими хобби я сочетаю почему я люблю походы потому что я сочетаю с другим фотографирование у меня есть хобби у меня есть хобби видеосъемка вы знаете что вот это моё хобби и всякие подделки из даров леса которые я собираю приношу домой но зарисовки пейзажи в общем всякое и всякий вид творчества что попадается скажем под руку делать сувениры подарки и так далее ну что важно не забыть вот что у меня не было так это вот я всегда хотела и наконец-то мой муж мне купил он меня снарядил бинокль представляете 16-кратный бинокль такая тряпочка специально протирать вот такой вот бинокль он не 16-кратный настоящий бинокль вот он 16 на 42 вот и вот такие данные 1000 метров очень тут все написано кто разбирается тот поймет крутой крутой мне бинокль он подарил я уже его использовала уже покажу вам где мой сын сидит в походе я кстати беру с собой часто своих членов семьи в детстве вообще постоянно своего сына брала сейчас вот недавно тоже его брала в поход и он уже его испробовал и я его испробовала отличная вещь во первых нужно всегда брать фонарик у меня хороший фонарик потом непромокаемые спички или зажигалку непромокаемые потом флягу но ее можно заменить пластиковой какой-то бутылочкой аптечку обязательно карту местности компас у меня есть два компаса теперь сейчас покажу вам второй корпус откуда у меня фотоаппарат зарядные устройства для телефона фотоаппарата специальную обувь нужно одевать еще специальные или сапоги или ботинки или кроссовки для туризма они кстати отличаются от обуви для бега и нужно вместительный удобный рюкзак у меня тоже такой есть в которой нужно положить даже столовые приборы посуду там носочки смену белья мало ли купаться в озере вот мы часто ходим полотенце ветровку если вдруг пойдет дождь небольшой запас еды ну про воду я уже сказала ну и возможно даже штанишки какие-нибудь мало ли что так вот это то что я обычно беру я вам перечислил главное еще но одежду понятно подбираем в зависимости от того какую пару года и куда вы отправляетесь путешествия есть и собираетесь ли вы ночевать или нет там вот так салфетки все это понятно это все в такой пакете где всякие штучки что это я вытаскиваю такое что же это такое что это такое а это моноколь моноколь вот он написано бинокль но это моноколь вот такой вот сам сейчас вам покажу вот на картинке смотрите что здесь есть интересного здесь есть вот такая вот стоечка на которую можно поставить мой моноколь вот он сейчас вот тут вот такая штучка которую я откручиваю вот так и сюда прикручиваю моноколь и ставлю можно без подставки можно без но вот можно вот так дальше вот такая вот специальная прищепочка которая одевается и вот сюда на эту прищепочку крепится телефон вот как на рисунке вот прикрепляется телефончик вот как на рисунке вот так на прищепке можете себе представить вот я одеваю вот эту вот штуку так и сюда на нее прикрепляют телефон вот так у меня получается ну представьте что вот это телефон и телефон я прикрепляю сюда и я могу видеть и через телефон фотографировать и снимать все что происходит в приближенном виде вот такая вот прелесть также здесь есть компас приближает я не помню сколько сейчас посмотрим во сколько раз приближение у этого прибора не помню по моему в тоже в 16 раз или в 10 или в 16 в общем я сейчас точно не могу сказать потом посмотрю здесь вот тоже не вижу чтобы а вот написано нетки 16 40 вот 40 раз до приближение в 40 раз дорогие мои вот сейчас фокусируется вот 40 раз вот такие данные чтобы вы знали кто понимает вот такую вот вещь при купил мне муж вот и я теперь смогу с телефоном спокойно снимать тоже и увеличивать 40 раз и делать фотографии шикарный имея просто вот такой вот обалденный вот она снимается и одевается это прищепочка имеем вот такой обалденный монокуль монокуль это когда одна труба подзорная труба только она не вытаскивается просто вот так вот хотя можно немножечко вот ее увеличить видите вот регулировать в общем здесь и закрывать такая пресс я честно говоря мечтала я мечтала я просила я молилась богу сейчас каждого нашла за что молиться да и за это тоже надо молиться дорогие все что хотите получить и дано будет я очень давно хотела такую вещь вот такую вещь не столько бинокль сколько монокль вот такой я получила теперь у меня есть практически все но пришло время менять мой рюкзак так что теперь я о каждой мелочи я все отдаю в руки божьи честно вам скажу вот все абсолютно я отдаю в руки божьи и поверьте мне рюкзак у меня тоже будет шикарный вот то что хотела вам рассказать по поводу походов и по поводу того что же у меня из обновок для похода а я вас всех люблю целую сейчас самое время ходить походу наслаждайтесь жизнью любите жизнь несмотря ни на что и вопреки всему благословляйте друг дружку дарите добро и любовь и всегда помните что бог любит вас